Это достаточно сложный вопрос, он совсем неоднозначный. Я думаю, что это было бы очень просто взять и сказать, что да, однозначно, психолог сразу с первого взгляда может определить коррупционера. Дело в том, что человек далеко не всегда становится коррупционером, прямо не рождается коррупционером. Он попадает в определенную какую-то ситуацию, где он получает доступ к ресурсу. И насколько он способен противостоять вот этой возможности взять этот ресурс, дело же не в том, что только в государственных структурах люди воруют. Воруют везде, где есть такая возможность. Не воруют только те люди, у которых есть определенные фундаментальные убеждения, они считают, что так делать нельзя. То есть люди, живущие в таком ценностном мире, не воруют люди, которые еще очень боятся, потому что они тревожные и для них стабильность превыше всего. Люди достаточно рискованные, люди, которые очень любят деньги, для которых деньги – это главный мотив. Люди, которые очень любят комфорт. И при этом они, с одной стороны, достаточно смелые, с другой стороны, они не обременены какими-то внутренними ценностями, не понимают такого слова, как порядочность, как ответственность, что им доверили ресурс, и они имеют доступ к этому ресурсу. При этом у них нет такого органа, как совесть. Такие люди постепенно будут втягиваться и постепенно будут становиться коррупционерами и вступать в эту пищевую цепочку, так скажем. Что может способствовать? На самом деле даже изначально человек, который не планирует быть коррупционером, но если он попадает в ситуацию, где вокруг все так живут, у него возникает дилемма, потому что иногда борьба за справедливость в таких структурах может быть чревата тем, что как раз тебя-то и обвинят. Поэтому иногда человек идет на поводу, потому что он просто боится, он боится быть в этой системе белой вороной. Я думаю, что по-хорошему коррупционер выглядит самодовольным, очень уверенным в себе, с высоким парагом властности, с низким уровнем тревожности. Человек, который любит удовольствие, любит деньги. И мне кажется, самое главное, это он высокомерен. Где-то в глубине души он считает себя умнее других. Я думаю, что, наверное, так. Опять же, это не очень однозначная оценка, но если на вскидку.